МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Это редакция «Контекст». Разбираемся в деталях новостной повестки, в которой главной темой остается война Израиля с Хамасом. Эти события, если выражаться журналистским штампом, стали очередным витком арабо-израильского конфликта. Чаще всего его отсчитывают от времени создания еврейского государства в 1948-м. И мы уже рассказывали эту историю здесь, в контексте. Однако на самом деле это лишь верхушка айсберга. Корни противостояния уходят гораздо дальше, вглубь даже не столетий, а тысячелетий. Сегодня мы попытаемся ответить на фундаментальный вопрос. Кто, собственно, такие евреи и арабы? Правда ли, что это два некогда братских народа? Почему и когда они рассорились? Как Иерусалим стал священным городом для тех и для других? И вообще, Палестина, Иудея, Израиль, земля обетованная – это одно и то же или нет? В контексте журналистов Владимир Соловьев. Конец 19 века – все еще эпоха империй. Великобритания, Россия, Австро-Венгрия и другие делят мир между собой. Внутри империй набирают силу национально-освободительные движения. Разные народы стремятся к своим собственным государствам. Рассеянные по миру, но не утратившие идентичность евреи – не исключение. К концу 19 века стали очевидны тенденции по усилению антисемитизма. И все это порождало в еврейской среде размышления о том, кто, собственно, такие евреи, как они должны жить, кем они должны быть и как можно обеспечить их комфортно и безопасно существование. В отличие от европейских наций, которые жили в империях, но на своей земле, у евреев была другая ситуация – земли нет. Они размышляют, где бы поселиться. Рассматривались как равноценные, едва не равноценные проекты. А может быть, будем вывозить евреев из Европы в Уганду? Или там предлагался Мадагаскар? Барон Хирш предлагал, и даже он выкупил какую-то землю для колоний еврейских в Аргентине. Там разные были проекты. Был проект в Техасе. В 1894 году во Франции офицера Альфреда Дрейфуса обвиняют в шпионаже в пользу Германии. Эти обвинения были, как потом выяснилось, субрикованы. Но, тем не менее, ему был вынесен приговор. Дрейфус – еврей. Дело поднимает волну антисемитизма. Венский журналист Теодор Герцль публикует труды о судьбе рассеянных по миру евреев и их родине. И это дело оказалось каким-то поворотным в развитии Теодора Герцля. С этого момента он начал развивать свои планы по созданию какого-то образования отдельного для евреев, которое должно обеспечить их некое автономное существование, независимое от европейских государств. Герцль становится отцом сионизма. Его идея – евреи должны вернуться туда, откуда когда-то их изгнали – в Иудею. Она же Сион, она же Палестина. Сионом всегда называли Святую Землю. В том числе. Ну, то есть это связано со званием горы Сион, естественно. Как бы стремление к Сиону стало стремлением в землю Израиля, стремлением в страну Израиля. Ну, в конечном итоге было сочтено, что Палестина – наиболее приемлемая территория, поскольку она имеет такое историческое значение для еврейского народа и геозно-психологическое значение, где находятся многие святыни еврейского народа. Как Иудея стала Палестиной, еще поговорим. Сейчас важно вот что. В конце 19 века эти земли – часть Османской империи, то есть Турции. В 1897 году Первый всемирный сионистский конгресс в Базеле принимает программу «Возвращение в землю обетованную». В городе Базеле была создана Всемирная сионистская организация. И вот с этого момента как раз уже сионистская идеология становится таким… приобретает какую-то институциализированность, то есть приобретает некую организацию, которая выступает уже от лица этого идеологического направления на международной арене. И начинаются уже вполне определенные размышления о том, что территорией, на которую нужно собирать евреев, является Палестиной. В Палестине уже есть небольшое количество евреев, но куда больше – местное арабское население. Сейчас, спустя десятки лет арабо-израильского конфликта, непросто представить, но оба народа имеют общие корни и даже одного общего предка, которого упоминают и Библия, и Тора, и Коран. И дам тебе и потомкам твоим после тебя всю землю ханаанскую во владение вечное. Иудаизм, христианство и ислам не случайно называют авраамическими религиями. Авраам – легендарный родоначальник и евреев, и арабов. Само имя его значит «отец всех народов» или «отец многих». Только у евреев он – Авраам, а у арабов – слэш мусульман – Ибрагим. Мы помним про Авраама, у которого была наложенница Агария, у него был сын Ишмаэль. И вот, соответственно, потомки Ишмаэля – это арабы, а потомки сына Авраама и Цхака – это евреи. То есть у них есть общий отец один. С точки зрения научной теории, это родственные народы, так называемые семитские народы, и у них родственные языки. То есть, например, если знать еврей или арабский, то можно прямо услышать знакомые корни, знакомые слова. Когда и почему произошло деление на арабов и евреев – вопрос до сих пор дискуссионный. Предполагают, что это произошло не ранее первого тысячелетия до нашей эры. Были какие-то группы племен, часть которых в какой-то момент по определенным причинам пошла по пути монотеизма и сформировала потом вот этот корпус некоторого рамка, который потом стал называться иудаизмом, и пошли в этот путь. Часть это не приняло по разным причинам, это нормальная ситуация. И они уже потом, через очень много лет, пришли в ислам. Но, соответственно, вот эта развилка, она вот здесь где-то, мне кажется, вот здесь. Это, на самом деле, очень сложный вопрос, откуда взялись арабы. Самое раннее использование мы обнаруживаем среди доступных нам источников – это 8-6 века до нашей эры. Во-первых, тогда уже это относилось к неким народам. Это мы понимаем. Мы понимаем, что это не было самоназванием этих народов. Так называли просто обитателей пустыни, обитатели вот этой засушливой пустынной или полупустынной местности, кочевников, которые их соседями воспринимались как в неком единстве, как сообщества, которые ведут схожий образ жизни, схожий тип хозяйства у них, ну и так далее и тому подобное. Никто не оспаривает. Евреи и арабы, точнее, их древние предки, объединенные в племена, жили на территории, которую называли Левантом. Это в том числе нынешние Сирия, Палестина, Ливан, Иордания и Израиль. Предположительно, около 1030 года до нашей эры возникает первое еврейское царство. В 10 веке до новой эры здесь появляется присутствие вот этих вот людей, которые верят, что они потомки вот этого Авраама, Ицака и Якова, родцов еврейского народа, что они пришли из Египта, и они здесь живут, и у них здесь царство. Да, в какой-то момент этот царство распадается на два, на северное и на южное. Северное будет называться царством Израиля, южное будет называться царством Иудеи. У предков современных арабов свои государства. Например, центр одного из них, предположительно, город Пальмира. Сложно соотнести население этого региона или этого района с теми или иными племенами и сказать, вот арабы тут жили или нет. Но самое считается, что, например, там население Пальмира было арабским. В 3 веке там возникло такое самостоятельное царство, или кто-то даже говорит, Пальмирская империя, ну царство. Считается, что население было арабским. Но это очень спорный вопрос. Понятно, что достоверных источников о временах, которые отстоят от нас 2,5-3 тысячи лет, почти не сохранилось. Тем более, эти земли постоянно переходили из рук в руки. Первое еврейское царство уничтожат ассирийцы. На их место придут вавилоняне. Они разрушат главную святыню, построенный царем Соломоном, первый храм, и угонят местных жителей в плен. Вавилонское пленение – еще один хорошо известный сюжет из Библии. Следующие завоеватели, персы, разрешат евреям вернуться. В Иерусалиме будет заново отстроен храм – главная святыня иудаизма. При перцах уже его отстраивают, с теми средствами, которые у них были, гораздо меньше, чем у Соломона. Потом Хасманейское царство, когда он уже независимо, его отстраивают чуть больше. Это уже вторая версия второго храма. И то, что на макетах, на всех, и на картинках, на всех, которых мы гуглим, это уже третья версия второго храма, версия Ирода, Имской империи. В наше время та самая храмовая гора в Иерусалиме регулярно становится местом противостояния мусульман и иудеев, и даже причиной восстаний. Дело в том, что сейчас на вершине горы, там, где раньше был иудейский храм, находятся важные святыни ислама. Но они появятся гораздо позже. С начала, в 63 году до нашей эры, земля Израиля или иудея перейдет под контроль римлян. У них с евреями и у евреев с ними были плохие отношения. При римлянах второй храм будет разрушен, а точку в конфликтах поставит император Адриан. Они уничтожили евреевское царство окончательно, на следующие 2000 лет. Но, опять же, когда римляне здесь правят, ваше правило, евреи живут в многих местах. И евреи живут не только здесь уже, на этот момент. Конец еврейского присутствия на этой земле, в истории мы говорим, что при римской империи произошло. В простом, как вы видите, говорить, то император приказал сравнять Иерусалим с землей, посыпать солью, назвать это Эли Капитолины. Тогда же и утвердится название Палестина. Вообще понятие Палестина, филостын, да, от хилистимлян происходит, которые населяли ее, это 12-11 годы наши. Римляне попытались вообще убрать упоминания о евреях, поэтому стали называть это Палестиной всю территорию. И если Иерусалиму в итоге вернут старое название, то название Палестина доживет до наших дней. Правда, нынешняя Палестина это только часть той исторической Палестины, в которую входили и современный Израиль, и Иордания, и даже часть Египта. В 330 году нашей эры император Константин сделал христианство господствующей религией Римской империи. При нем в Палестине появляются важные христианские святыни, базилика Рождества Христова и храм Гроба Господня. Седьмой век нашей эры. Разрозненные племена обретают свою веру – ислам. Ну и вот Мухаммад начинает проповедовать в 610 году. В 622 году он переселяется в Ясриб, то, что сейчас Мединой стало называться, да, Мединой потом. И в Медине уже создается такое не только религиозное сообщество, но и государственное образование. Вскоре возникает первое исламское государство – праведный халифат. Халиф Умар, один из сподвижников Мухаммада, завоевывает Палестину и берет Иерусалим. Начинается арабский период. В Иерусалиме появляются исламские святыни. У нас есть две главные, наверное, мечети в Иерусалиме. Это мечеть Алякса, то есть отдаленнейшая мечеть. Это не та, которая часто на картинках, потому что у всех на картинках сразу другая мечеть. Это мечеть, которая называется Купол Скалы, которая была построена другим халифом в самом конце 7-го, начале 8-го века халифом Абдул-Малик. Вот это две важнейшие мечети. И на Куполе Скалы стоит обратить внимание, что тогда было написано имена двух пророков. Это Айса и Иисус, и Мухаммад. То есть это вот такой символ некого единения был. При этом Алякса на руинах разрушенного еще римлянами второго храма иудеев. От него осталась только знаменитая стена плача. Это западная часть стены вот этой вот пристройки. Это не стена храма, это стена пристройки, на которой стоял храм. И та стена плача, которую мы говорим сегодня, это отрезок западной стены. Как будет стена плача на иврите? Будет хакотель хамарави. Дословно перевод на русский западная стена. На слово плач в иврите не фигурирует. Нету. В английском есть то и то. Есть western wall, западная стена, а есть wailing wall, ну, стена как бы скорби. Отношения между арабами-мусульманами и остающимися в Палестине иудеями складываются относительно мирно, особенно по меркам сегодняшнего дня. Когда Мухаммад туда переселяется, подписывается такое соглашение, которое получило название Дустура аль-Медина, Конституция Медины, которое определяло права и обязанности различных групп населения Ясриба. И согласно этому документу мусульмане и иудеи Ясриба, они обозначались как единая община, но исповедующая разные религии. Потом уже возникнет конфликт с этими иудеями у Мухаммада, они будут не готовы признать его власть, он их выселит из Медины, ну и дальше там будут в том числе и драматические события. Но момент вот этого взаимодействия, он присутствовал. С точки зрения ислама и евреи, и христиане, это так называемый статус зимми, народ к ми. И у них, конечно, естественно, их статус был ниже, чем статус мусульман, но гораздо более терпимый. Достаточно сказать, что в средневековой Испании, в мусульманской Испании, евреи, например, были министрами финансов, полководцами, личными врачами и халифов, и другими важными деятелями при дворах мусульман. Следующий период истории Палестины это крестовые походы. Европейские рыцари и христиане пытаются изгнать мусульман, но в конце концов крестоносцы проигрывают. Палестина вновь мусульманская, правда, контролируют ее уже не арабы, а мамлюки, а след за ними османы. В 1517 году турецкий султан Селим I присоединяет Палестину к Османской империи. И вот тут мы снова возвращаемся туда, откуда начали. Конец 19 века, возрождение сионизма. Евреи начинают возвращаться в землю обетованную. У одной из наиболее известных переписей, по данным которой есть, с 1884 года, на территории Палестины проживало чуть больше 400 тысяч мусульман, чуть больше 40 тысяч христиан и порядка 15 тысяч евреев. евреи на этот период, на конец 19 века, составляли, ну, сколько, менее 3% фактически населения. В основном это были евреи, которые переезжали на территорию Палестины из религиозных соображений. Алия – это переселение организованное или менее организованное, переселение евреев в Палестину. И вот первая Алия – такое массовое переселение, оно происходило в 1882-1903 году. Вторая Алия датируется 1904-1914 годом. И третья Алия – это уже 20-е годы 20-го столетия, 1919-1929 год. Чтобы переселенцы могли там жить и работать, им была необходима земля. Покупку финансируют, в частности, состоятельные европейские евреи, включая Ротшильда. При этом возникла коллизия. Продавали земли одни люди, но жили и работали на них другие. Представьте себе ситуацию, при которой вы живете на своей земле полторы тысячи лет. Приходят люди, которые там не живут полторы тысячи лет. Говорят, слушайте, это земля наша? Мы ее готовы у вас купить. Она покупает не у крестьян эту землю, а у землевладельцев. Что происходит? Земля куплена, есть официальные документы, земля куплена. Еврея говорит, так, ребят, смотрите, вот у вас там месяц, условно говоря, собираете ваши монатки и до свидания. А куда? Да нет, какая разница? Это наша земля. Мы тут хотим что-нибудь построить. Наша, еврейская. Но в этот момент как бы бедные арабские крестьяне оказываются реально не у дело. Землю у них, ну, сколько говоря, отобрали. Все товарищи, которые продали эту землю, эти деньги не реинвестировали в Палестину, а забрали это куда-нибудь себе. Здесь вот нужно отметить сразу, что, конечно, вот этот сионистский проект в основном не принимал во внимание того, что в Палестине все-таки существует довольно большое арабское население. И далеко не все понимали, как с этим населением можно сосуществовать и насколько вообще возможно это сосуществование. Были совершенно разные, взгляды и размышления. Первая мировая война перекраивает карту мира. Османская империя распадается. Палестина, как и значительная часть Ближнего Востока, оказывается под контролем британцев. Их союзники по войне, арабы, находившиеся под властью Турции, рассчитывают теперь на создание национальных государств. Где-то это получается. Например, возникает Саудовская Аравия. Можно прочитать книгу «Семь столов мудрости» Лауренса Аравийского. Шикарно описывается, как это все происходило через территорию Египта и как британцы работали с арабскими племенами на территории Саудовской Аравии и прочее. И да, арабы поняли, что это исторический шанс для них получить, создать свое государство. И в этом смысле они сделали ставку на Великобританию. В этот же период и лидеры сионистского движения стараются добиться того, чтобы у них на территории Палестины появилось свое государство. Они, как и арабы, делают ставку на Великобританию. В ноябре 1917 года появляется важный документ – письмо Артура Бальфура, министра иностранных дел Великобритании. Эта декларация Бальфура датирована декабрем 1917 года. То есть тогда, когда уже довольно активно развивались все события, касающиеся этих территорий, в ней говорится о том, что британское правительство дает свое согласие на образование на территории Палестины так называемого еврейского очага. В то же время в ней подчеркивалось, что это образование, этот очаг будет существовать и развиваться только в том случае, если будут соблюдаться гражданские и религиозные права коренного населения. На деле британцы оставляют Палестину себе, получая от созданной в 1919 году Лиги наций мандат на ее управление. Недовольны и арабы, и евреи. Идея была такова, что поскольку как всегда такое европейская высокомерия считала, что на этих территориях проживают народы, которые не в состоянии пока создать свои собственные государства и управлять ими, здесь нужно применить какое-то временное управление со стороны более развитых участников международных отношений. К тому моменту еврейское население Палестины активно растет и создает кибуцы, особую форму сельхозкоммуны. И отряды самообороны. Кибуц, это же коммуна, переводят, а коммуна гораздо более высокого степени обобществления, чем колхоз любой советский. При этом вооруженная коммуна. И эти кибуцы сейчас существуют уже в каком? Четвертом, пятом поколении. Вот, это поразительно, и вот это надо отдавать себе отчет в том, что это европейский политический проект, который состоялся на территории со всех сторон, окруженной третьим миром. Очень трудно поэтому сказать, является ли Израиль европейской страной. Каким понятием? И в какой степени это Азия? тогда уже возникали, мягко говоря, возникали проблемы между арабскими и еврейскими поселениями. Евреи, которые переезжали тогда, понимали, что так, нужно как-то обеспечивать свою безопасность. Османская империя, когда это уже был кризисный этап, не планирует здесь полностью заниматься предоставлением гарантии безопасности евреев. То есть надеждой нашего сохранения выживания и дальнейшего пребывания здесь являются наши силы обороны. Впоследствии был в том числе построен Сахал. Сахал это армия обороны Израиля. Вот она была сформирована уже в период Третьей Алии, в период Первой мировой войны. В 20-е годы прошлого века между общинами арабов и евреев стали возникать трения, потом вооруженные конфликты. В начале 20-х годов эти конфликты постоянно происходили в Иерусалиме. В частности, вот у Иерусалима Стены Плача в Старом Городе. И уже в 29-м году произошло очень крупное такое столкновение арабов и евреев. Жертвами его оказались еврейские жители Хеврона. Британцы на тот момент продолжали свою политику до того момента, как стало понятно, что проблема более разрешимой не становится. А наоборот, уровень насилия растет. Это показали несколько арабских восстаний, которые были в 20-х и особенно в 30-х годах было крупное арабское восстание. И привели к тому, что британцы поняли, что они не могут с этим справиться. В 30-х годах в Лондоне впервые возникает идея поделить Палестину между евреями и арабами, но план отвергают. Изменения в подходе британцев, которые сначала вроде бы очень активно поддерживали эту идею создания еврейского очага, конечно, они были обусловлены изменением самой обстановки, изменением интересов Великобритании в этом регионе. Во-первых, арабов нужно было оттянуть от сотрудничества с Германией. которая намечалась уже довольно активно. Во-вторых, конечно, это была арабская нефть. Англичане пришли к выводу, что необходимо регулировать еврейскую эмиграцию в Палестину. Нельзя оставлять ее на самотек. При том, что уже было понятно, что происходит в Европе, при том, что уже было понятно, что идет Холокост, евреев в Израиль не пускали. Причем не пускали до такой степени, что обстреливали корабли, которые подплывали туда. И вот одно из этих суденышек долго бродило по разным портам Европы, их никуда не пускали. В конце концов, оно утонуло, стромо называлось это, судно, оно утонуло, и люди погибли, которые там были. После окончания Второй мировой войны ситуация на Ближнем Востоке меняется. В апреле 1947 года Организация Объединенных Наций, уже к тому времени существовавшую два года, было подано письмо от британского правительства, которое, в общем, отказывалось от своего мандата на Палестину. Одни считали, что нужно разделить Палестину на два государства, другие предполагали, что возможно создание двумя национального государства, в котором будут жить совместно евреи и арабы. Создание двух государств, еврейского и арабского, активно поддерживает Советский Союз. 29 ноября 1947 года ООН принимает резолюцию номер 181. Она предполагает разделение Палестины на две страны для евреев и для арабов. Иерусалим с его мусульманскими, иудейскими и христианскими святынями, согласно резолюции, должен стать нейтральной территорией под международным контролем. Евреи приняли этот вариант, арабы нет. Евреи согласились. Почему? У нас было очень много мотивации согласиться. Во-первых, в 2000 лет вообще ничего не было, а очень хотелось. Во-вторых, недавно закончился фолкот, есть люди-беженцы из Европы, которых нужно спасать и принимать. И в-третьих, кто знает, когда в следующий раз будет вообще какое-то предложение. Поэтому согласились. Не потому, что нравилось данное разделение, а потому, что согласились. У арабов такой дополнительной мотивации не было. Вскоре после принятия резолюции ООН из региона ушли британские войска. А затем началась Первая Арабо-Израильская война. В Израиле ее называют «Войной за независимость». Арабские лидеры не приняли эту резолюцию и напали на государство в Израиле. По факту, они проиграли. В войну 1948-1949 года они проиграли. Более того, Израилю удалось расширить ту границу, которая изначально была по плану ООН. И, собственно говоря, вот эта вот граница, которая возникла по итогам войны 1948-1949 годов это знаменитая «Зеленая линия». «Зеленая линия» это просто линия на карте с зеленым маркером зеленого цвета, которая была проведена в качестве вот этой временной границы перемирия между воюющими арабскими странами и только что созданным государством Израиля. И эта граница сегодня считается мировой признанной в мире границей государства Израиля, которая шире изначально того, что было признано ООН. С тех пор и продолжается арабо-израильский конфликт, который пошел на новый виток в этом октябре. Палестинцы в итоге получили автономию, но так и не получили государство. Израиль сумел сохраниться, увеличить территорию и развиться, но так и не получил мир. Вообще в арабо-израильском конфликте есть три основных вопроса, сформулируемых три основные корзины есть. Первое. Вопрос границ. Вопрос беженцев. И вопрос Ставца Иерусалима. Вопрос беженцев. То есть когда началась первая арабо-израильская война, большое количество беженцев, так говоря, образовалось с арабской стороны. То же самое было по итогу второй арабо-израильской войны, которая в этом смысле является ключевой. Второе. Статус Иерусалима. О том, что фактически полностью Иерусалим сейчас контролирует Израиль. А третье. Это границы. То есть фактически их как играли с тех территорий, которые он оккупировал, и создание уже палестинского государства. И проблема в том числе в небольшом размере этой территории и в крайней символической значимости. То есть для евреев эта территория имеет колоссальную символическую значимость. Нет ни одной другой земли в мире, которая была бы настолько значима в символическом смысле. Но и для местных жителей, для арабов Палестины она тоже играет колоссальное значение, потому что они просто исторически там жили. Так сложилось. если на кончике вилки, что называется, то по сути это некий конфликт территориальный и конфликт самоопределений двух народов, который возник по сути в межвоенный период на самом-то деле между первыми, вторыми и вторыми войнами. То есть этому конфликту ну вот реальность физически сто лет. Попытка найти свое место в современном мире, современное на тот момент Ближний Восток, когда происходил вот постколониальный перераспределение и политическая реорганизация всей системы Ближнего Востока. И вот на этой почве возник вот этот конфликт, который мы сегодня, к сожалению, наблюдаем в таком страшном виде. Субтитры создавал DimaTorzok